Эксперты рынка недвижимости Рост цен на недвижимость в Сочи То сейчас опасения Все опасаются того, что цены будут падать С чем это связано? Ну смотрите, для начала Все всегда говорят о том, что рынок Сочи Это мыльный пузырь, который может лопнуть Начнем с того, что Второго Сочи никогда не будет Это один из самых интересных на сегодняшний день Курортов, в которого вкладывают огромные Финансовые средства для его развития Рынок недвижимости В целом он гибкий Цены варьируются Она может подняться, может опуститься Но на самом деле С времен Олимпиады ни разу не было падения цены И если мы посмотрим на прошлый год То рынок Конечно, цена на рынке поднялась Но в тот же момент Сегодня она просто вернулась в свое русло Немного откатилась и в целом устаканилась А почему мыльный пузырь? Ну многие так думают В основном это всегда, так сказать Не фейк, а разговоры Потому что, повторюсь, второго курорта не будет Здесь в Сочи места для строительства нет В прошлом году введен мораторий на строительство Для того, чтобы можно было создать новый генплан города Но это в центральной части? Ну в целом Адлерский полностью район Разве негде строить? Ну нет, на сегодняшний день инфраструктура уходит уже в Лазаревский район Да, там есть много неосвоенных земель И застройка уже будет точечная И на самом деле более качественная на сегодняшний день Потому что покупатель на рынке более требовательный стал Ну а может вообще как-то ситуация измениться? Вообще от чего все зависит? Ну в любом случае цена не упадет Она может заморозиться и расти только с учетом инфляции рынка Ну а стоит ли сейчас тогда приобретать жилье? Безусловно стоит Или стоит подождать, когда все-таки устаканится цена? Я думаю ждать смысла нет Потому что в принципе каждый год мы слышим от покупателя Что я подожду, приеду к новому году Либо после нового года цена упадет Но ни разу такого не было Как курортный сезон тогда влияет на стоимость недвижимости? Курортный сезон особо не влияет на стоимость То есть она идет по своей градации Повышение цены именно я же повторюсь от инфляции рынка и все А если говорить о коммерческой недвижимости Здесь какая ситуация? Коммерческая недвижимость была всегда в тренде Она была, так сказать, всегда стоит на своем месте И вот в прошлом году, в конце этого года мы искали новое помещение себе под офис И мы не нашли То есть коммерции в городе нет, все занято Какой на сегодняшний день порядок цен на жилье и что больше используется спросом? Ну вот смотрите, по сравнению с прошлым годом, да с четвертым кварталом В первом квартале 2022 года спрос на недвижимость в целом вырос на 12% Если брать всю долю рынка, то 67%, если я не ошибаюсь, занимают именно спрос на квартиры 27% это дома-тунхаусы и остаток у нас идет апартаменты Но спрос на апартаменты вырос, ну довольно вырос за последнее время Потому что это более ликвидная недвижимость становится в городе Ну потому что получается ее можно использовать и как для поживания Как посильный доход Смотрите, в чем ситуация? Из-за того, что введем мораторий на строительство в городе Сочи Точечная застройка, которая по федеральному 214 закону, ее не будет То есть выход на рынок таких объектов будет составлять огромный ажиотаж И стоимость за квадратный метр там растет Апартаменты, более доступное жилье на сегодняшний день И если брать, конечно, элитную недвижимость, то стоимость у нас до сегодняшнего дня доходит до полумиллиона за квадратный метр Да, и выше даже Где больше спрос у нас в Адлерском районе на сегодняшний день Именно на апартаменты, именно на такую недвижимость Но в целом, если брать Лазаревский район, можно по более лояльной цене Я так скажу, даже от 2,5 миллионов можно приобретать недвижимость Ну, а чаще приобретают недвижимость для того, чтобы инвестировать, сдавать в аренду Или все-таки для того, чтобы переехать в Сочи Начнем с того, все в Сочи не поместятся Вот, поэтому, как бы, покупатель остается тот, который хочет переехать в город Да, также не стоит забывать про наших местных жителей, которые там хотят улучшить свое жилищное положение Да, там переехали в более большую квартиру просторную Но, тем не менее, очень много покупателей, которые хотят инвестировать А в данной сегодняшней ситуации сохранить свои денежные средства На сегодняшний день более ликвидно в Адлере Именно в Адлерском районе, то есть, ну, покупатели туда больше заходят Если рассматривать в целом рынок, то, ну, конечно же, Лазаревский район Потому что там более доступные цены То есть, ну, элитную недвижимость у нас не все могут в стране, к сожалению, приобрести Если, на самом деле, углубиться в ситуацию, то большинство покупателей нашей страны Думают, что Сочи, на самом деле, это очень дорогой курорт Но, повторюсь, на сегодняшний день есть и, ну, крутые предложения Отпускай, это Лазаревский район, да, то есть, Толо, Варданы То есть, ну, инфраструктура, куда на сегодняшний день шагает Уверенными, так сказать, шагами Есть доступные ценники Что такое доступный ценник? От 2,5 миллионов За какой? Это на этапе строительства апартаменты недалеко от моря Ну, а что, кстати, больше пользуется популярностью? Недвижимость, которая на этапе строительства или уже готовая жилья? Ну, начнем с того, что наш город, это отдельное государство по недвижимости, да Как бы по строительству все всегда об этом говорят и знают Много покупателей боятся инвестировать Но здесь надо смотреть на застройщика, на его репутацию На то, сколько объектов сдал, построил, ввел в эксплуатацию И здесь делятся, так сказать, покупатели на тех, кто готов зайти на этапе строительства инвестировать И те, кто покупает готовое жилье Ну, конечно же, преобладает спрос на готовое жилье уже с документами Где спокойно, где не будем переживать Семен Александрович, скажите, а стоит ли вы все-таки, раз мы начали разговор о том Что будет падать стоимость жилья или не будет Что лучше сейчас подождать, пока все устаканится Стоимость немножко упадет Стоимость падать не будет Да, то есть, ну, почему она должна упасть? Давайте откровенно Застройки, ну, так таковой нет уже Большой, комплексной, как раньше Много домов строится, вводится в эксплуатацию То есть, происходит дефицит жилья на рынке недвижимости города Сочи То есть, дефицит на рынке Недвижимости все меньше и меньше Ну, квадратных метров все меньше и меньше выходит в продажу Стоимость на сегодняшний день материалов Для отделки жилых комплексов, да, там, ну, фасадных работ, внутренних, бетон и все прочее Все это растет Соответственно, цена на землю растет Она физически просто не может падать Потому что будет, ну, неликвидно будет строить на сегодняшний день То есть, у нас на сегодняшний день Себестоимость объектов недвижимости уже поднимается довольно на серьезный уровень Поэтому и растет цена за квадратный метр Получается, все-таки не мыльный пузырь? Нет Кто такой сочинский покупатель? Свой портрет? Это сложный вопрос, потому что, ну, в целом его нарисовать невозможно Он есть на каждый сегмент, он свой То есть, есть покупатель, который хочет комфортно проживать, да, на постоянной основе Есть покупатель, который хочет зарабатывать на инвестициях Есть, который зарабатывает на пассивном доходе, соответственно Сдавать, либо приезжать отдыхать Портреты разные, то есть, это люди, ну, в разных положениях Это люди, ну, с разным сознанием, с разным пониманием На сегодняшний день, ну, все ситуации вокруг нас, которые происходят Повторюсь, многие люди хотят просто сохранить свой бюджет И, на самом деле, ну, я считаю, что финансовые средства в бетоне Они намного надежнее, чем нежели там в акциях и где-то Под подушкой Да, или под подушкой, потому что, ну, никто не понимает, что может произойти завтра с деньгами Мое мнение, что даже если вдруг, да, что-то вот остановится весь рынок, да, там на время Да, он не может просто рухнуть и остановиться на постоянку В любом случае он возродится, эти, ну, недвижимость, она всегда была ликвидной Она всегда осталась недвижимостью А какие вообще квартиры больше пользуются популярностью? Там, однокомнатные или там, большие площади или маленькие? Смотрите, вообще из-за стоимости, из-за повышения стоимости квадратного метра Буквально с начала прошлого года стала более ликвидна площадь маленькая То есть это апартаменты от даже 12 квадратных метров Да, ну, по факту, если мы приезжаем отдыхать с вами куда-то, да, в другой, там Мы-то ездим куда-то в другие регионы отдыхать, правильно, местные сочинские жители Что нам нужно на отдыхе? Нам нужен комфортный апартамент с кондиционером, с телевизором, с холодильником По факту это 12-15 квадратов с головой хватает Поэтому из-за поднятия стоимости за квадратный метр Ну, как номер получается Да, обычный номер в гостинице Стоимость за квадратный метр растет, соответственно, ну и цена растет На площади 12-15 квадратных метров общий ценник, он небольшой То есть это порядка там выходит 3-4-5 миллионов, поэтому он идет В зависимости от района Да, 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 в зависимости, конечно, от района, от места расположения, ближе к морю, дальше от моря Самый высокий спрос у нас идет на однокомнатные квартиры от 7 до 15 миллионов Ну, это если не говорить об элитной недвижимости То есть там совсем другой мир, там совсем, так сказать, другие предложения, другие стоимости за квадратный метр Вот, но тем не менее, очень много покупателей сегодня, ну, может позволить себе купить хороший достойный апартамент даже на берегу моря А если говорить о вторичном, о вторичке? Ну, если говорить о вторичном рынке недвижимости, он всегда был в тренде, да, как бы это, ну, в основном объекты недвижимости квартирного статуса, да, что преобладает на рынке недвижимости И всегда приобретая такой статус недвижимости, покупатель более спокоен в своем приобретении, в своем выборе Почему? Ну, потому что статус квартиры всегда был статусом квартиры У нас в городе есть много жилых помещений, квартирных статусов, да, как бы нежилых помещений, апартаментов И, конечно же, люди переживают Недвижимость со статусом квартиры стоит всегда на порядок дороже, чем апартаменты Ну, смотрите, если прям разобраться, ну, покупателей на нашем рынке с других регионов намного больше, чем нежели местных жителей, да, ну, и так, если прям углубиться Местных жителей у нас прям коренных тоже не так уж и много, да, это все люди с регионов Все привыкли к тому, что в регионах строятся объекты недвижимости по разрешению на строительство и оформляются по 214-му федеральному закону В большинстве случаев покупка это проблема для нашего покупателя, да, и мы как эксперты, как специалисты на рынке недвижимости должны помочь, ну, так сказать, быть спокойным нашему покупателю Дать возможность этому, да, и предоставить хорошее качественное жилье Вот, но, я же говорю, если разобраться, прям, ну, просто все привыкли, что это должен быть ФЗ-214, это должен быть квартирный статус Но здесь не все объекты, к сожалению, так вводятся в эксплуатацию Повторюсь, как говорил ранее, на сегодняшний день объекты, которые будут выходить на рынок, да, по федеральному 214-му закону, они будут вызывать серьезный ажиотаж Где стоимость за квадратный метр у нас, ну, от 350 тысяч и меньше не зайти Ну, на сегодняшний день, так, забегу вперед, стоимость недвижимости у нас, если я не ошибаюсь, доходит, ну, не максимально, но доходит уже там до 2,5 миллионов за квадратный метр Есть и такие предложения на рынке, вот, и их приобретают Но в среднем, смотрите, стоимость апартаментов на сегодняшний день, ну, я возьму до, там, элит-класса, да, она доходит до 560 тысяч рублей за квадратный метр Но пугаться не стоит, то есть, если предложение на рынке, на самом деле, по 170-180 тысяч за квадратный метр Вопрос, кто что выбирает и кто к какому комфорту привык Если это квартирный статус, он может дорасти до 400 тысяч рублей за квадратный метр, тоже в зависимости, либо это комфорт-класс жилья, бизнес-класс, либо элит-класс Ну, и, соответственно, дома-тонхаусы, у них чуть-чуть ценник идет по лояльней, если также средне рассматривать недвижимость То есть, ну, можно там и до 250 тысяч за квадратный метр найти хороший дом, хороший тонхаус Как обезопасить себя при покупке жилья? Во-первых, всегда надо смотреть на репутацию компании, с которой вы работаете И просто, ну, сложно, приехав в другой город, найти хорошее качественное жилье Ну, для этого и стоит обращаться в агентство недвижимости, к специалистам Тот агент, который поможет выбрать качественное, хорошее жилье, который совершенно спокойно предоставит всю документацию, да, на, не важно, на этапе строительства Либо это готовый объект недвижимости То есть, ну, где эксперт предоставляет всю документацию для проверки юристами, да, то есть, нашего покупателя Либо может предоставить услугу нашего юриста для проверки Но, в целом, та компания, которая открыта, та компания, которая предоставляет всю документацию Которая готова с покупателем работать на 100%, предоставлять качественную услугу на нашем рынке Ну, с теми стоит работать Застройщики, которые, ну, сдали уже далеко не первый объект, да, то есть, всегда стоит смотреть на репутацию застройщика Сколько объектов построил, качество, извините, тоже на него стоит смотреть. Кто-то ставит обычные пластиковые окна, кто-то ставит хорошие. Просто зачастую на нашем рынке покупатель может очень долго ездить, смотреть. У нас город большой, но мы своих ребят, своих агентов учим тому, чтобы они приглашали для начала покупателя в офис, для того, чтобы можно было полностью ознакомить его со всей базой недвижимости, с районами, поговорить, выяснить на самом деле истинную потребность. Нашего покупателя, что он хочет, для чего хочет. И уже точечно поехать показать лучшие предложения из того, что он сам выберет в офисе, сэкономив время. Потому что время на сегодняшний день это один из самых важных ресурсов, которые не хочется тратить впустую. В наш город на сегодняшний день вкладывается огромное количество финансовых средств именно для инвестирования, для развития курортной инфраструктуры. Это реконструирование набережных, пляжей, скверов, парков, перенос дорог, развязки и все прочее. На сегодняшний день курорт связывают уже с Каменводским, то есть развитие идет полным ходом. Плюс огромную роль играет Сириус, который идет в развитие вообще в целом города, дает понимание этому. Поэтому город развивается и всегда покупатель будет хотеть приезжать сюда, на этот курорт. Потому что Сочи отличается многим от других курортов. У нас есть и горнолыжные курорты, Красная Поляна, где можно просто, если вам жарко, подняться вверх, там будет прохладно, погулять в горах, получить удовольствие. Сюда и спуститься тут же вниз, покупаться в море. Поэтому инвестировать нужно сюда. Семен Александрович, большое спасибо за интересную беседу. А я напомню, в нашей студии был эксперт рынка недвижимости Семен Федоров.